В общем, ребят, я решила даже зайти без каких-либо фильтров, без ничего, чтобы уже не скрывать свое лицо очень-очень красивое, которое я постоянно прячу под фильтрами. Ну, теперь смотрите, такие синячки под глазами, это нагреватель, выключишь? Честно, я просто понимаю, что все равно будет еще миллиард сториз, и чтобы, наверное, не травмировать уже вашу психику, это и свою, у меня в голове просто не укладывается ничего, просто ничего, ребят. Это мужчина, вы хотите сказать? Я правда, извините, но я, наверное, что-то не понимаю в мужском, в мужских поступках и во всем. Правда, я поняла, что это самые больные отношения, самые ненормальные, самые грязные отношения, которые у меня вообще были за всю мою жизнь. Единственное, что мне до безумия жалко ребенка, который просто ни в чем не виноват, и ему приходится в этом во всем жить. Поэтому я уже говорила, что я все равно уйду от этих отношений, уже не говоря ни о каких чувствах, ни о чем, а просто чтобы ребенок жил в нормальной обстановке, в нормальной атмосфере, потому что так это невыносимо. Если они проводят дни и ночи с ребенком, как мы сегодня, я не спала сутки, потому что Адриан был безумно беспокойный, но, конечно, ночью орать, кричать, потом уехать, выспаться и говнину на меня полить, почему бы и нет. Короче, то, что я решила уехать в Ставрополь, это однозначно, это даже не обсуждается. Слава богу, что мне позвонили родственники, которые сказали, что помогут с вещами, что приедут, запакуют, отправят, помогут, если что, с мелким, потому что это тоже за одну секунду лететь вообще с грудничком на секундочку. Ребенку месяц недавно исполнился. Это очень тяжело. Одно так вообще нереально. Честно, я просто не ожидала, что Никита окажется таким не мужчиной. Я не знаю, как сказать. Ну, по крайней мере, по отношению ко мне. Честно, меня удивляет высказывание его, мамы, самого Никиты, потому что до этого Лера была всегда плохая бывшая девушка. Также она на три буквы слала всю эту семью, закрывала двери перед носом. В общем, была отвратительная и гадкая. А сейчас она, боже, эту ванну, и сейчас к ней хотят вернуться. Честно, то, пожалуйста, возвращайся. Ради бога, я никого с собой не держу. Я задолбалась выслушивать постоянное говно в свою сторону, особенно от его родни. Я уже никого не трогаю. И вообще все началось с того, если кто помнит, я просто сказала, чтобы не лезли в нашу семью. После этого я какая только ни была, и залетная, и прилетная, и эскортницей, и не до женщины, не до матерью, короче, и меркантинной я по жизни вообще всегда считаюсь. Ну, честно, я считаю, что я такого не заслужилась. И Адриан в том числе тоже. Поэтому я много это терпела, хавала, включала какую-то мудрость. Честно, не понимаю, зачем. Последней, знаете, такой пиковой точкой было, когда я никого просто не трогала, а человек, не видя внука, больше месяца, заходит в прямые эфиры и начинает меня обсирать. Честно, то, что я была в шоке, это ничего не сказать. И говорить такие гадости, что я из-за прописки. Господи, это мне эта прописка, если честно, в одном месте мне тарахтела. В общем, не хочу даже эту грязь заслушивать. Я посмотрела эти прямые эфиры и думала, что по-умному я промолчу. Но, честно, это никогда не закончится, пока я не уйду. Я это прекрасно понимаю. Во-вторых, поведение Никиты, ну, если вы считаете, что поведение 36-летнего мужчины, взрослого мужчины, у которого двое детей, нормальным, то, я не знаю, тогда в моей голове что-то не так и что-то, и я как-то по-другому мыслю совершенно. Потому что, как бы мы не ругались, кто-то должен быть всегда умнее. Я думаю, что мужчина в 36 лет должен таковым являться, особенно, когда есть двое детей. Но он таким не появлялся и решил просто загнобить, обосрать. Я не знаю, что сделать. В общем, всеми словами, всеми по его якобы правде. Это, честно, для меня это настолько грязно, настолько мерзко, отвратительно просто. Я смотрю на этого человека и не понимаю, Господи, да как я с ним была, Боже, как я с ним была. И вспоминаю те времена, когда я еще была беременна, когда меня бросали 300 раз. То я плохая, то я хорошая. И так каждый день. Плохая, хорошая, плохая, хорошая. После того, как ушли из дома 2, ну, мое мнение поменялось. Я считаю, что человек на камерах был один, без камер совершенно другой. То же самое в Инстаграме. Сколько бы вы меня не осуждали за то, что я не показываю, как я провожу время с ребенком. Честно, я его провожу, просто поэтому мне, наверное, и некогда выставлять сториз в Инстаграм, когда я сижу с Адрианом и качаю его по 8 часов столбиком, потому что тут же живот болит, то еще что-то. Извините, не до сториз. А когда человек просыпается, целенаправленно идет гулять с ребенком, записывает сториз, и потом еще говорит, ты мне не даешь развивать Инстаграм. А на чем, на ребенке? Просто. Мама вообще в шоке. Я вот так хочу сказать. Кстати, Никита сейчас никогда не выходила в прямой эфир, никогда не говорила ничего. Сил уже нет. Он в прямом эфире, сейчас он говорит, что он, так как ты обсирала его подарок, он сейчас купит тебе вот этот замок с браслетом. А если и он не понравится, то вообще ничего не получишь. На самом деле ситуация очень простая. Я хотела поменять его машину, точнее свою машину, свой подарок, на более дорогую, на четырехдверную. Когда начали этот процесс, я сказала Никите, что я добавлю, естественно, свои деньги, свои накопления, и хочу купить лучшему. После того, как начался весь процесс, оказалось, что машина в кредите, что нужно заплатить за нее 400 тысяч, также штрафы, которые на 60 тысяч. И она мне сказала, что я продам эту машину, заберу деньги, оплачу все свои долги, дам тебе половину, даже меньше половины, и там добавляй, и бери на себя кредит в 500 тысяч. Я сказала, что это нечестно, но ты мне как бы подарил твои долги, это твои долги, это не мои долги, почему я должна их закрывать. Ну, в общем, не суть, и я просто понимаю, что человеку это выгодно, очень выгодно, и, конечно же, пусть это будет ссора, или даже не было ссоры, он бы все равно так сделал, потому что ему это выгодно. Да причем здесь отношения, здесь дело не в отношениях, между собой, это уже давно понятно. Во-первых, так с подарками не поступают, я считаю, что мужчины так не делают, а если ты уже решил так сделать, и какие-то обиды на Настю, так это подарок, считай, не Насте, это ты даешь своему ребенку, возить в больницу, как-то передвигаться, не на коляске, я не знаю, для меня это вообще такая дикость, этой машиной манипулировать все время, тюркать эту машину, кричать, какая-то меркантильная, я тебе подарил, то забрал, то подарил, то забрал, то подарил, вот я не знаю, а потом еще говорить, что мы какие-то неадекватные, так извините, он пришел тут недовольный, понимаете, трусочки, носочки постираны, вон они висят, все, что человеку было нужно, непонятно, человек инфантилен, он не хочет брать ответственность за семью, ни за первую, ни за вторую, да никому ему, ничего ему не нужно, никто ему не нужен, совершенно, даже говорить о том, что распределение идет на две семьи, это неправильно, когда люди создают семью, а с той стороны говорят, что она не вхожа в нашу семью, здесь уже разговор короткий, что постоянно его мама говорит, что Настя такая, Настя сякая, а когда человек инфантилен, он естественно принимает все на себя, и, конечно, у него уже в голове, ага, это же правда, это же мама говорит, это правда, хотя я никогда в жизни так не сказала, что Никита не такой, я всегда за их отношения, всегда их мирила, всегда где-то Настю ругала, где-то Никиту немножко там что-то говорила, но человек совершенно не слышит, совершенно, у него своя правда, у него свое в голове, у него то, что говорят друзья, то, что говорят его родственники, это на первом месте, своего мнения совершенно нет, вот так, короче, то, что мама в шоке, это ничего не сказать, я вообще слава Богу, что она приехала, потому что как бы я сама все это вывозила, я честно, я не знаю, я просто вообще не знаю, дело здесь вообще не в подарках, они 300 лет не усрались, эти подарки совершенно, она сама зарабатывала, 7 лет работала за границей, покупала себе все, ни от кого не требовала, ни подарков, она встречалась с мужчиной, который обеспечен, ну и подарки были не нужны, она работала, сама зарабатывала, как говорит Никита на мама, что он с 14 лет на заправках работает, так Настя с 17 лет тоже работает, тоже сама зарабатывает, и пришла на проект не какой-то лохушкой, и не с рюкзачком, все было, все есть, я не знаю, я пришла не лохушкой, но вышла я оттуда конкретно лохушкой, да сколько можно, ну сколько, это же вообще непрекращаемо, а ведь за что, ведь обидно всего за что, со дня момента моего приезда, что первого, что второго, первые две недели мы ходили как, я не знаю, амеба, то есть, что там было, я вообще не знаю, мы спали, ходили, я даже удивлена была, потому что на проекте он был совсем другим, он был веселым, каким-то вот таким живчиком, и здесь вот он ходит, вот никакой еще, Насте говорю, что-то с ним не так, оказывается, что он мне там тоже предложил эти таблетки, чтобы я ночь хорошо поспала, у меня подружка терапевта, я поинтересовалась, что это за таблетки, я конечно не хочу выносить этот ссор, из избы, ну раз моего дитя обсирают с ног до головы, мне извините, у меня уже слов нет, оказывается, это таблетки, для успокоительные, но они с накопительным эффектом, то есть, две недели ты их пьешь, ты ходишь как, ну, усраты, если честно сказать, а потом, конечно, они лечат, но забирая из роддома жену, ребеночка, как можно принимать эти таблетки, ведь нужно помогать, что второй раз приехала, помогаю, все не так, все не это, стираю, убираю, готовлю, с ребенком сижу, ничего, в ответ, я ничего не обязан, я ничего не должен, почему я не могу пойти в баню, почему я не могу погулять, я ему говорю, как бы это не против, и Настя никогда против не была того, чтобы пойти, чтобы он пошел, или Настя пошла, но вы сходите вместе, ведь она тоже устала, пригласи ее в кино, пригласи в ресторан, почему ты идешь один, или если ты идешь, ну, будь добр, ну, до 12 хотя бы, потом прийти, там, спросить, как, что, потому что, два часа ночи возвращались, два часа ночи, на что-то, это была такая реакция, а за меня, так это, я вообще говорю, я никогда, я молчала все время, я не хочу выносить это все, но то, что говорят про меня, это вообще, я не знаю, это нонсенс, я никогда не была таким человеком, когда на помощь не прийти, я приехала на неделю, с чужим ребенком сидела, с утра до вечера, он только брал его спать, там, где они спали, в другую комнату, я каждый день варила супы, я его кормила, я мыла ему задницу, я его качала по два часа, я за ним бегала, чтобы он нигде не ударился, потому что, это большая ответственность, причем это ребенок большой, и мы плохие, я вообще в шоке, мы плохие, значит, его родители приходят на ББ и говорят, что нам не нужен этот ребенок, пускай, это Никитин, и он сам его воспитывает, приходят на ББ и говорят, Настя, зачем ребенок, мы его заберем, а где же вы даже трусочки или носочки ребенку не передали, просто если вы уж так боитесь этой мигеры, да вы хоть бы просто через Никиту передайте какую-нибудь распашонку, ребенку второй месяц, неужели я не права, ребят, ну это вообще я не знаю, либо я в каком-то мире в другом живу, либо я какого-то 61 года, что я не понимаю, либо сейчас такие отношения, ну я все понимаю, ну между вами что-то произошло, но у вас есть ребенок, вы можете по-нормальному, в чем Настя ему пишет, давай поговорим с переездом, как, что, пришел как фурия, ты, 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 будешь, будешь еще что-то говорить, вообще ничего не получишь, да при чем тут это, при чем тут получишь, не получишь, и он еще хочет каких-то хороших отношений, ну так разве это так, можно, разве это вообще как в жизни происходит, разве мужчины так поступают, ну я не понимаю, я не понимаю, может быть мы не такие, так я не против, мы уедем в свой город и забудем, что это такое, особенно я, потому что сначала их отношений, я, я вся на нервах, так я лучше буду помогать ей с ребенком, и буду спокойно, я уезжаю отсюда, а сама переживаю, ночами не сплю, как тут и что здесь, и когда она мне каждый день звонит и плачет, мам, он не спит по 6 часов, я хожу, я не успеваю, не кушать, не приготовить, ничего сделать, а потом человек говорит, что она засранка, что она какая-то не такая, ну простите, мы вдвоем не успеваем, вдвоем тяжело, если бы он был поспокойнее, может быть это было все по-другому, как Настя у меня была более спокойная, ну ребенок неспокойный, и ничего здесь в этом нет, есть дети спокойные, есть дети беспокойные, ну вот так вот, у меня беременность сложная была, на нервах вся, все это может быть отразилось, кто его знает, что происходит, ничего восстановится, говорят до 3 месяцев, очень часто такое, но это же нельзя, нельзя так поступать, любит, не любит, хочу, не хочу, нужен, не нужен, это вообще, это нонсенс, это нонсенс, так, я еще причем виновата осталась, я вообще шокирована, мне все родственники, мне все друзья звонят, Женя, что происходит, все бывает, друг другу, может быть и в соцсетях какие-то гадости сказали, но выносить те вещи, которые мне нельзя, это нельзя, особенно, например, про грудь, как он говорит, она специально бросила, Никит, если ты сейчас смотришь это видео, не дай бог, тебе бы было в такой ситуации, когда у ребенка, сама, ну, как бы говорить, конечно, ну, скажу, большая грудь, да, и когда тебе прилилось молока на седьмой размер, и когда ребенок не берет грудь из-за того, что в роддоме с бутылки кормили и уздечка очень короткая, она практически в начале язычка, он реально не брал грудь, и она неделю сидела, рыдала, вот с такими грудями, день и ночь отсасывая молоко отсосом, ребят, это было вообще смотреть невозможно, ребенок кричит, это плачет, и, а он спит при этом, я смотреть на это не могу, и вы хотите как, я все, конечно, понимаю, да, для ребенка это хорошо грудное вскармливание, но я, например, с первого дня вот искусственница, ничего, 45 лет же у вас здорово, вон прыгаю, бегаю, у всех по-разному, но разве можно о своей жене так сказать, что она из-за того, что она вина хочет выпить, да мы даже на мой день рождения, мне было 45 лет, юбилей, мы купили бутылку вина, так мы ее не выпили, потому что Андриан был очень беспокойный, и мы свалились спать, и мне нафиг было, не нужно это день рождения, а еще я вам хочу сказать, если он такой благородный, а поздравил-то он меня с днем рождения вечером, когда ему сказала Настя, вы не поверите, вот такие, как же, как меня из годовщины, что можно сказать, я не хочу жаловаться, мне просто, я вот не понимаю, как может человек считать себя правым, вот реально, в 10 часов ложится спать, в 11 утра просыпается, да, идет гулять с собакой, как он говорит, я же делаю дела, я с собакой гуляю, потом опять ложится спать, и в сторис выставляет, что он еще не выспался, я в шоке, ребят, вот я в шоке, я не знаю, неужели, неужели я не права, разве так можно, да, я приехала помогать, ну, хотя бы за ночь, просто подойти, спросить, ну, как, что, может помочь, нет, мы только можем подойти с телефоном, сделать селфи и убежать, я же работаю, я же деньги зарабатываю, я же обеспечиваю, да, все обеспечивают, все работают, ну, и все помогают, и все ругаются, я не спорю, я ругала, все ругаются, ну, друг друга понимают, ребят, а здесь понимания нет, у него свое в голове, у Насти, естественно, свое, но у Насти жизненное, понимаете, как нужно жить, как правильно жить, потому что я из нормальной семьи, мы 18 лет с мужем прожили, ну, я не знаю, у меня просто слов нет, и я вообще в шоке, Никита, ты, конечно, извини, но это поступок не мужской, а, с годовщиной меня вообще забыли поздравить, пока подписчики не напомнили, а потом вечером решили цветы купить, ну, конечно же, на видео записать, так, чтобы все видели, что меня якобы поздравили, а потом написали пост, причем, если бы даже сам написал пост, блин, даже не сам написал пост, вообще, конечно, жесть, я уже жалею, что я ему сделала это сюрприз, лучше, что-то на ребенка эти деньги потратила, потому что, то, что я сделала, это как бы... он вообще ничего для него не делал, он сказал, ты ничего не делаешь, ты не поддерживаешь, ничего. Да, постоянно 200... Так а кто виноват, что у тебя куча кредитов прошлой жизни, кто в этом виноват? Настя, что ли? Она виновата, что у тебя долгов выше крыши, набранных, и ты реально не... у тебя не получается? Она что могла, то помогала, большие суммы денег занимала, и все не там. Да, ребят, конечно, я уезжаю, вообще спору нет. Единственное, что нам отклонили одну выплату в МФЦ, там нужно пересдать документы. Никита, конечно, сейчас будет кота за яйца тянуть. Я ему сказала, что за один день с ребенком улететь в другой город это просто нереально. Это не в соседнюю квартиру, не в соседний город. А лететь вообще в другую... Господи, в другой город два часа с месячным ребенком, учитывая того, что здесь все кроватки, коляски, вещи, это все нужно будет перевозить. Но я поняла, что мне надо, знаете, как собаки просто вот так вот выйти с квартиры и сидеть, наверное, ждать с моря погоды. Поэтому, если честно, я хочу уже уехать. Да хоть завтра, правда. Я пока не могу, потому что Адриану нужно доздать анализы, на которые Никита сказал, если тебе надо, доздавай. Поехал продавать даже машину, не подумав о том, что ехать с Адриану в поликлинике. Ну, как бы, там, кстати, еще автокресло. Ребят, пока не читаю, пока просто рассказываю. Я сейчас даже смотрю, фу, настолько диско писать участникам проекта, молодым, и спрашивать, а был ли такой разговор или нет. Вот, пожалуйста, держите, Боже, Боже, и это делает 36-летний мужчина, Господи. Ох. Знаете, что самое страшное, что каждый Божий день мне говорят, какая я не такая, какая я сякая, что я вечно что-то недоделываю, вечно что-то переделываю, вечно со мной что-то не так, вечно я меркантильная, вечно я какая-то не такая, но в итоге со мной продолжали жить на протяжении долгого времени, и причем все в сторис видели, как он говорил, как Настя готовит, как Настя убирает, как со ребенком хорошо следит, а потом просто в один день раз, разозлиться и вылить вот такую говнину, просто, за которую ему даже не стыдно ни на секундочку. Честно, это позор. Это позор, я после этого понимаю, что я реально пришла на проект нормальной девчонкой, а сейчас просто маленькую девочку забили в угол, бьют целыми днями ногами, вытирают ноги, постоянно, извините за выражение, хуесосят, и так уже на протяжении долгого времени, и вы думаете, как у меня нормально будет с нервами, как я могу быть с довольным лицом, я автоматически не буду с довольным лицом, когда тебе каждый день пилят о том, что ты не такая, ты не такая, и все. Боже, я просто, я не знаю, может, я уже реально какая-то не такая, не говорю, что я божий одуван, что я во всем права, да никогда я так не говорила, и не буду говорить, я вообще не знаю идеальных людей, если честно, на этом белом свете, я в том числе не идеальна, но то, что он говорит, это, конечно, моральная чушь, от которой я еще долго буду приходить в шок, в шоковом состоянии, у меня конкретно поменялось мнение мужчин, я скажу честно, что я вообще не хочу ни с кем быть, я реально хочу воспитывать ребенка сама, становиться на ноги сама, учитывая, как тут два колеса дарят, просто, фу, так низко, позорно, и говорить такие гадости на мать своего ребенка, я не знаю, поэтому, если честно, я даже не знаю, как, как перейти, слушайте, вы меня сравниваете с пингвиновой, я даже не знаю, чья ситуация хуже, вы знаете, даже на это хочу сказать, я, ну, я скажу вам одно, что, какие бы у нас конченые отношения не были, я все равно, ну, как, не против того, что, если захочет, пожалуйста, пусть приезжает в Ставрополь, видится с Адрианом, привозит игрушки, я, ну, не буду, наверное, запрещать, если там человек не будет под какими-то веществами, либо пьяный, либо еще что-то, если в адекватном, нормальном состоянии, пожалуйста, приезжай, видится с ребенком, я запрещать в этом плане не буду, если у человека начнется хоть завтра личная своя жизнь, только я надеюсь, просто это начнется не тут, не в соседней комнате, то, пожалуйста, начинай хоть свою личную жизнь, делай, что хочешь, если честно, я просто хочу уже быть одна, уехать и спокойно воспитывать ребенка, я понимаю, что эта говнина будет еще очень-очень долго, я не удивлена, потому что уже один раз такая ситуация была, и я понимаю, что она дошла тогда тоже до пиковой ситуации, здесь аналогично, только там я была беременна, а здесь я уже родила, вот, он где, он поехал продавать машину, потому что он бедный испугался, что как так, подаренную машину мне отдать, это не вариант, надо закрыть сначала свои долги, а на отвали, Насте, короче, там что-то дать, ну так, а мне, короче, Клава скидывает видео, как он дарил ей эту машину, с такими же словами, короче, и так далее, и тому подобное, конечно, стремно, если честно, когда планируешь уехать, да сдаю быстро анализы, если получается, потому что в поликлинику сейчас быстрее не записаться, но до 1 мая это 100%, до 1 мая я уеду, и просто забуду, это как страшный сон, травка или таблетки, таблетки, травка, вон ромашка стоит, вот это травка, зачем пьяный выходить в эфир, вы что, гонитесь что ли, так, по поводу алиментов, у нас уже был разговор, я ему сказала, что, пожалуйста, на таких же условиях, как и со своей бывшей, до этого он говорил, что он платит 100 тысяч, потом он говорил, что он платит 70 тысяч, потом он мне говорил, что он платит 50, я говорю, что, хорошо, ну вот, пожалуйста, на Дриана плюс 50, ну, получится 50 тысяч, платишь алименты, там он еще платит, плюс садик, я на садик не прошу, потому что нам рано, на что мне сказали, что, Настя, реально иди поспи, по мне видно, да, что я не спала уже двое суток, а вы думаете, что я пьяная, я просто не спала двое суток и не ела ничего, потому что ребенка даже покачать нормально не могу, из-за всей этой ситуации руки ходером ходят, короче, суть в том, что мне сказали, то есть семье, как бы все нормально, отношение нормальное, устало с недавних пор, оказывается, поэтому там все по-нормальному я буду выплачивать, а ты иди на алименты подавай, вот так, я буду выносить это из избы, к сожалению, первый раз в жизни, потому что меня это все достало, мне достало, достало отношение не только его, но и их родственников, я достала, что меня постоянно гнобят, постоянно говорят, какая я не такая, я вечно какая-то несуразная, вот поэтому решила просто сказать правду, вот и все, то, что вы пишете, что ему никто не нужен, это факт, это факт, ему действительно никто не нужен, ни дети, ни мамы, которые воспитывают их детей, ему действительно никто и ничто ему не нужно, у него свои планы на жизнь, у него свои цели на жизнь, поэтому да, я должна хорошо выспаться и отдохнуть, а как выспаться и отдохнуть, извините, когда такое происходит, я просто ложусь на кровати и понимаю, что я не могу спать, покажи маму, мама пошла за Адрианом смотреть, а папа ездит, машины все бедно продает, не знает, куда уже приткнуться, я же еще раз повторяю, я не говорю, что он один виноват, всегда виноваты оба, кто-то больше, кто-то меньше, просто у меня это накопительный эффект, я правда много терпела, 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 хавала, просила меня быть мудрой по отношению к его маме и сестре, честно, достала, достала, лучше я буду не мудрой, но я не буду больше хавать всю эту херню, я настолько чувствую себя обесцененной в этих отношениях, просто, ну, вот чувство, да, бесцененности, я не знаю, как это передать на самом деле, и это настолько отвратительно, конечно, если у человека все хорошо, он не будет пить таблетки, а как, извините, я выхожу после роддома, смотрю, что у меня мужик стоит стеклянный, узнаю, знаете, эти таблетки, что под ними даже за рулем нельзя ездить, а мы ехали с мелким, я после родов вообще, как бы, наверное, немножко должна была отойти, прийти в себя, потому что, извините, процесс, не который каждый день совершается, согласны, и само просто отношение, не трогайте меня две недели, мне нужно отойти, отоспаться, извините, у меня тоже были панические атаки, но как бы ни крути, панические атаки, и сам процесс родов, выписка, ребенок, грудничок, маленький, по ночам не спим, это другое, извините, надо свои панические атаки засовывать в задницу, как сделала я когда-то в своей жизни, и делать то, что обязан делать, а мне говорят, что я не обязан тебе помогать с ребенком, на что мама и пылила на вот такие фразы, но мы их, к сожалению, не помним, мы же как обычно ничего такого не говорим, мы не говорили оказывается про полиплинику, что если надо, сама давай, мы не говорили о том, что я не обязан помогать с ребенком, ну, короче, ребят, даже закончу этот прямой эфир, все уже по накатанной, если честно, дальше будет хуже, просто уже как-то эту неделю надо мне будет перетерпеть, и все, и наконец-то мое мучение закончится, уеду в город, буду как-то работать, как-то становиться быстро на ноги, потому что понимаю, что ребенок полностью будет на мне, и, короче, будет сложно, но по крайней мере, я, наверное, буду себя чувствовать намного-намного лучше, и от того, что я себя буду чувствовать намного лучше, и ребенок будет то же самое чувствовать, поэтому вот так. Продолжение следует...